привет вас amigas еду все уже по сюжетному квесту заканчивать игру потому что написали предупреждение что вы приближаетесь к переломному моменту сохранить игру подобное предупреждение выскакивала в основной кампании уже где-то перед последней битвой примерно держи поэтому делаю вывод что финал к сожалению не за горами неизвестно ваши враги совершили государственную измену бейте их но боже вы видели что происходит я только что увидел десна платвы так сейчас провод гребаный джойстик поправлю вот никакая игра игра не длится вечно особенно особенно коротки как правило игры хорошие господи зачем они отжимаются в латах я что-то не в одном фильме про всякие там не знаю рыцарские турниры и поединки не видел чтобы они отжимались зачем они машут мечом меч весит приличное количество килограммов и за счет этого укрепляет все нужные мышцы приседать отжиматься это нахрен все не надо было по моему вау рыцарь секиры ничего себе геральт хорошо что ты здесь готов идти на дон ты не вижу у тебя готов план дум ты меня посвятишь задачу нашей вылазки 2 разыскать сестру ее милости и схватить людей которые шантажировали вампира значит так дон ты не состоит из нескольких зданий окруженных стеной центральную часть занимает замок радарик его недавно отремонтировал мы хотим ударить здесь со стороны главных ворот и захватить территорию перед замком знаешь сколько людей будет оборонять дон ты не радарик держит при себе небольшую дружину рыцарей это не войско но пара десятков людей наберется к тому же недавно у него поселилась банда каких-то заезжих наемников мы мало о них знаем должно быть это люди центрица я встретил нескольких в городе они пытались меня убить насколько людей у княгини отвлеките защитников я зайду вот эти шестера на улице плюс лысый позабочить чтобы мне причинили вреда какая могучая армия я перелезу через стену как только вы начнете бой звучит рискованно но мне кажется ты знаешь что делаешь начали почтить ну давай посмотрим я между прочим каэр морхин оборонял у меня вообще пять человек было две из них бабы колдуни один дед я обсчитался не было 6 и 7 а врагов было сраной кучи мы бились полдня и выстояли все геральт геральт танковать понесся короче по ходу да смотрите 6 гвардейцев и их усатый кардинал все вот эта армия боже мой почему не замутить нормальную баталию тем более что это княжество тут вообще блять одни рыцари странствующие не странствующие тут что не мужик то рыцарь блин а как дело до войны дошло так только шестеро нашлось началось быстрее берем коней для рода река и валим отсюда если стены не выдержат мы далеко не уйдем не так быстро придется изменить планы что блять стены не выдержит что их шесть человек топорами сломают боже мой они как будто знаете увидели армию блять с катапультами там с какими-то вообще немыслимым так давайте обновим обновим элики где моя пурга где моя хилялка что еще бег ускоряет ушки говно 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 и опять ночь главное каждый сюда рулечить сил атаки до тех пор пока не закончится боков бахнули интоксикация сразу high level блять и тут же и тут же сука лучник не сбил мой щит блять этот сзади так беспалевно подбежал со своей булавой блять я ничего не вижу то дерево блять какое-то в камеру залезла что нахуй как-то драться гуга и мерина что случилось что случилось кто меня глушил блять а это что это вообще хиллес какой-то с копьем выскочила бред питт видел что он так дерется так у меня опять сломалась пушка естественно сразу броника нахрен броника где вот абсолютно лишь ремонт так но поскольку это финал может покрасить что-нибудь волне коричневой краски до хрена стильно модно смело дерзко вообще в темноте один хер все черный выглядит а стражники то не кислые сорок седьмой лэвл интересно почему у меня меч с такими зелеными надписями если он нахрена не ядовит правил их за лошадьми удрать собрался только мы ему не дадим не дадим сейчас сначала левел качнем а потом не дадим так чем не надо фехтование чего во время боя нельзя но отлично вообще прекрасно интересно кто кто тот человек который полностью ведьмака прокачал он что специально ходил и фармил что это было где вот с копьями вообще опасно ему сразу две ноги отрубил классно он повис смотрите он со стороны может показаться будто он пригнулся так за счетом со счетом давай атаку иди сюда о пачке вот это вообще фатально для чего этого ты не добил да 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 пощады никто не получит знаем это тех 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 смотрите как одежда на нем загорелась вспыхнул как сука чучело на масленицу блять родерик готов а нам не надо было в плен взять а он он нельзя убить все батя поработал оставь оставь меня старуха я в печали ничего не сделал ты водишься с очень неподходящими людьми где дружки центрица я знаю я знал что нельзя давать им кровь где похищенная девушка какая девушка я ничего не знаю ни о каком бы похищении это видно мои гости озвучка раненого конечно днище где они сейчас замки готов готовится бежать у них есть спутница женщина по имени сиана разуме разумеется это она меня убедила их принять и втравила тебя в большие неприятности где на вещи собирает мы должны были уехать вместе старый дурак я бы все все для нее сделал ах потаскушка в замке ее ее комната башни на самом верху повелся ты на розовую пилотку что со мной будет ну ты вроде помираешь а чё можно помочь давай аксием аксием его успокой пусть пусть умрет во сне о занавески держи прижми край должно остановить кровь целебные шторы блять зеленые давай мы бля изолентой заклеим скажем не болей так что тут двери для двери до сих пор конечно открываются просто вообще так как будто они из пенопласта сделаны вообще ничего не есть а это кто такой борт железы ох ты бля какой здоровый чел а геральт как обычно забыл меч выхватить заебал с дубиночкой ой-ой-ой-ой хорошо прыгнулся блять посмотрите какой здоровый это не злая на турнире там бил я тебя на куски порву сейчас оберин мартел тебе блять нахуй вертит ой-ой-ой-ой вот зря вот это было я тебе сука он в резке кожи все что он ростом с этих эльфов огромных которые там как они не имеют ну вы поняли в горелый собака бедная сгоревшая блять ебать волкодавы мобари прям сари из dragon age хватит болтать двою бандит из назаира какой же он бандит он жил на интоксикация просто запредельная оп 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 чёрт шинкуй шинкуй давай давай мясорез просто блять смерть прошла по этому балкону ну кто еще хочет отведать шпаги богатырской это ваш последний шанс сдавайтесь во что у нас это сука втравила бей его вперед блять против трех арбалетов чё нужно сделать на не знаю а чё это такое какая у него шапка милая посмотрите грибочек так и сразу видно солдат на это о ой-ой-ой-ой как его с морды недружелюбны сейчас опять скажут запах крови блять мы себя не контролируем должны пробраться в замок они мне за все заплатят в боже да дай пройти то мудофил морда ой-ой-ой-ой бля пиздец я в прототип также играл как они только дайте мне опыта набить заебали блять ой сари какая народа толпа здесь они даже не дерутся овцы приняли свою участь сука фонтан крови фонтаны крови и ваш пацаны может завтра рим захватил блять бать рассамахи чё натворили интересно если бой идет там у ворот зачем тут такая толпа людей стояла для чего не проще сразу врага встретить 7 всеми силами найти вас здесь мы подумали что помощь тебе не помешает вы плохо подумали я бы их сам по убивал где рэна думаю внутри мы все узнаем так пойдем уже пойдем блин попиздятинки соскучился отличный бой ой тетенька все устал что стоять жопа сари какая у него развал схождения вообще четко это не рэна это рэна блять это жопа занята а если кто из них ты же знаешь я не дам себя в обиду это не она она превратилась я не я не знал где искать тебя они грозили убить тебя я прости я тебя подвел шрама у нее смотрите откуда блять неплохую жопу она на приседала осталось найти сестру анны генриетты ты знаешь где ее искать да я наткнулся на ордырика хозяина дунтыны он сказал где сиана ну так говори и пойдем за ней нет времени она должна была быть в комнате в башне именно в той где мы сейчас и которая совсем не похожа на камеру для узницы кстати тут еще и графин с вином случайно оказался готов поспорить это краденый сангриаль к чему ты клонишь что-то ты какая-то вот ты не рада как-то в язи видит лафа потому что она его просто обманула просто признайся я дам тебе шанс все рассказать самой мне нечего рассказывать ведьмах что происходит но ты тупой для этого тебя обманули друг прошу тебя ты должен выслушать геральта да можешь не слушать я эти пиздюлей навешу а я не против хорошей доброй драки не было никакого похищения сиана и рена одно и то же лицо и я я рена не настоящее ее имя ее зовут сиана и она сестра анны генриетты книги не тусанта что что это за бред сиану изгнали из дворца когда она была ребенком теперь она вернулась нашла убежище в дунтынне и отсюда командовала шайкой бандитов она послала в бакалер человека по прозвищу центриц он крал для нее княжеское вино так я вышел на ее след затем она решила вернуть драгоценность которую получила в подарок от отца мне очень жаль до складно пить его лишь частью ее плана давай хлюпай носом начинай давить ему на эти на яйца может он еще за тебя заступится бьет значит любит мутно и все объяснишь не придешь я сравняю бакалер землей обещаю даю три дня чего ты сравняешь я буду ждать а все таки придется ему пиздюли навешать ну слава бога улетел он не хотел поступать опрометчиво ему надо остыть думаешь он выполнит свою угрозу не знаю когда он впадает в ярость он непредсказуем я пойду к ним прости что после того как как что вы не знаете дед лафа так хорошо как я если я его не послушаюсь он правда уничтожит город у него хватит на это сил у меня победить что-то сил ему не хватило в тебе зашевелилась совесть лучше лучше поздно чем никогда так же что это представляется лучшим выходом ваша милость осторожней гвардейцы видели вампиров чудовище могут быть где-то здесь вампиры или нет найдите мою сестру ищите а эта сестричка это это сестричка все-таки посимпатичней у нее глаза на накрашены кажутся огромными просто посмотри какие здоровые зенки сиана и все-таки это ты сестричка во что же ты впуталась теперь ты за меня волнуешься правда понимаю что ты испытываешь у одной белые волосы она добрая у другой черная она злая что мы с тобой разберемся во всех прошлых обидах мы еще об этом поговорим она младшая но у нее уже морщины на лбу посмотреть я займусь и как только мы вернемся слушаюсь ваша милость а а тебе ведьмак моя искренняя благодарность не могу поверить что моя сестра была так близко а радарик из дунтыны ответит за измену и соучастие в шантаже радариком манипулировали точно так же как и вампиром кстати ты выяснил кто похитил его возлюбленную это сиана шантажировала вампира и заказывала ему убийство так что кого и надо вешать так твою сестру что за чушь карюком за половые губы прямо да вот так она инсценировала собственное похищение чтобы управлять он был только орудием за всей этой интригой стоит сиана вы ошибаетесь это не может быть правдой семейка у вас его я знаю этого вампира и как это знаешь кто он дед который недавно сидел со мной за одним столом и рассказывал про назаир есть еще что-нибудь о чем вы забыли мне сказать может под горой горгоны живет дракон или кто-то из здесь присутствующих тоже вампир ой как притянуто где он теперь он ждет сиану если она в назначенное время не придет к нему навстречу он уничтожит баклер он посмел нам грозить ваша милость у нас есть три дня чтобы привести ему сиану и замолчи у вас три дня на то чтобы принести мне его голову хватит с меня тайн и помощи вампирам я требую того за что заплатила головы бестия пойду я собирать свои вещи разбирайтесь-ка вы сами ничего ся включила такую дуру вроде такая умная была теперь все нет моя сестра она же вы что она же ничего ни разу не какомши хе в чем дело сука не можешь поверить что ее выебало половина этого города ты думаешь ее милость уже остыла сомневаюсь она так легко ничего не забывает особенно угрозы да даже я вынужден признать что дэтлов вел себя совершенно неподобающе блять она смотрит на этого старика и не видит что он вампир по-моему это блять сразу просто в глаза бросается ты что нервничаешь с чего бы вдруг дай подумать ты возвращаешься с охоты с пустыми руками без трофеев и потеряв след какой нахуй след он сказал где он будет я вообще не нервничаю мутации ты же помнишь о них помню разумеется это отговорка которую ты используешь когда не хочешь о чем-то говорить да так что сменим тему а как как реагируют заказчики когда ты не оправдываешь их ожиданий зависит от положения крестьяне ругаются матом пища не требуют вернуть задаток дворяне пытаются затравить тебя собаками а владыки и обычно грозят и шафотом владыки церкви вас ожидает досточтимая княжна а сколько дней прошло я что-то провафлил все уже время вышло народ требует карель сиана совершила столь страшные преступления пролила столько крови что еще слово пальмирин и я совершу преступления жертвой будешь ты я предлагаю про объявить импичмент повторяю последний раз сиана в ответе за множество смертей но она моя сестра учитывая кровные узы и наше прошлое я не допущу самосуда опасаюсь ваша милость что чернь может подняться они могут взять темницу штурмом пусть себе штурмуют ее там нет сиана в безопасном месте и будет там ожидать суда покуда мы не избавимся от этого проклятого вампира я вижу по вашим лицам что вы от него не избавились мы сделали все что могли но мое терпение исчерпано геральт где он где детлов мы работаем над этим ваша милость ты меня за дуру держишь я ну так чуть-чуть мне все равно на чем ты работал ты работаешь или будешь работать мне нужны результаты а их по прежнему нет а иногда я устраиваю охоту на лис вы знаете как это выглядит великий ловчий спускает собак со сворки они мигом берут след и загоняют зверя великий ловчий и все это в пределах часа а дворы у вас наверно великий дворник подметает была неделя помощь моих рыцарей и ты не достиг абсолютно ничего я начинаю думать что моя легавая лучше бы справилась о боже вызовите ей великого лекаря пусть даст ей успокоительное а может она нервничать у нее сортир засорился может великого сантехника позовем великий слесарь должен снять мне пояс верности мне кажется она давно палки не видела так еще есть некоторые разницы между вампировым и зверем на охоте может надо было нанять легавую в конце концов мы его найдем вот надо дерзить быть может вместо ведьмака вашей милости следовало нанять легавую о хорошо сказал ты ходишь по тонкому льду ведьмак очень тонкому я бы попросила тебя все таки выбирать выражение а теперь к делу вы установили хоть что-нибудь ты мне не нравишься больше хочу тискай она использовала вредная сука она обманула его чтобы убить рыцари которые сопровождали ее в изгнании вероятно ой кто бы мог подумать вампиры ну говори вампиры напали на город капитан де латур обороняет площадь возле пристани но множество убитых блять ну вам и правитель достался ебаный насрал я требуюсь предлагаю снятию с престола ударом ноги с вертушки в щи ооо ебать не ну тут вам ван хельсинг уже нужен я умываю руки я ох ебать что ты ему сделаешь то больше никаких отговорок польмерин ты на нахуй это польмерин уберите ее о это же брукса ну пиздец ну хоть такие сиськи показали не первой свежести конечно но на без птичьей жопы соловей ай ой 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 блять что началось то о блять гвардеец нахуй иди воюй так стопе с меня сняли все лик сиры как и молодцы так масло против вампиров где где ну боже мой давай давай релик Огр. Сейчас, пацаны, сейчас, держите её. Сейчас я, прям, вринусь в бой. Вот оно моё масло. Пацаны, бейтесь, бейтесь, как и вы. Держитесь из последних сил. Мочите её. Всё, я иду, я иду, пацаны. Сейчас вот последний эликсир. Последний допью и иду. Во, всё, иду. Блядь, не то выпил, пацаны. Хуй с ним, ладно. Я иду так. Так буду драться. Сейчас, 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 сейчас. Всё, 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 всё. Что это такое? Всё, пацаны. 99 интоксикация. Пиздец. Я сейчас помру, наверное. Её даже в цель, блядь, не захватить. Нормально. Да, правильно. Не помогайте мне, забейте хуй. Блядь, а чё он арбалетчиков-то не бьёт? О! Пиздато. Ой, там половинка гвардейца чё-то отлетела. Чтоб ты удавился, мерзавец! Это они кому мне, что ли? Чтоб ты удавился, мерзавец! Они не видят, что это тёлка? Так, мне нужна какая-то там бомба, которая позволит мне её видеть. Я не могу с ней так драться. Блядь, заебись. Отличная танцующая звезда. Огненный взрыв, который может поджечь ближайших врагов говно. При взрыве испускает облако, действует сильнее нахуй. Испускает облако газа, который вспоминяется. Нет. Замораживает противников. Удар нанесён на добрый противник. О! Испускает облако демитровского, который блокирует магию, магическое спасение чудовища. Подстава, как облако рассеет, сегодня... Ага. Содержись ребряные опилки, за которые чудовища больше не могут обращаться. Оу, я! Да че, блядь, всё подряд в неё бросать. Похеру. Чё-нибудь да сработает. Это сильная Брукса, блядь. Ой. Кастовать она пока не сможет. Блядь. Нихуя у него маникюр. Да ну нахуй. Блядь какой-то. Не то. Так, это говно, понятно. Хотя нет, вон она, не может исчезнуть, вроде как. Её только сильными ударами, что можно бить дерьмо какое-то. Блядь, ну я же успел. Ебать, это мы одну еле побили. Ну где там наша княжня-то? Княжна, бравая. Которая тут войну хотела устраивать. Иди её, ты показывай, как нам с ними драться. И она не явилась навстречу. Вот, пожалуйста. Дэтлов не шутил. Знаешь, педрила редкая, твой друг. И нам тоже надо заняться этим всерьёз. Дело зашло слишком далеко. Надо его найти и остановить. Только как? Мы уже всё исправили. Кол осиновый в жопу, в объём. Блядь, а если он нахуй потребует ему отсосать, мне на колени не встать часом? Мы не ведём переговоров с террористами. Я думаю, он что-то подозревает. Он пытается понять, что происходит. И ради этого готов объявить войну всему княжеству? Что ж, умеренность никогда не была его сильной стороной. Слушай, пошёл он нахуй. Вот, блядь, серьёзно. Я после сумерек вампиров ненавижу и убью его с удовольствием. Я, блядь, мне похуй, какой тут вариант счастливой концовки. Хэппи-энд, не хэппи-энд. Я его убью, мне похуй. Заебал он. О, ну хуй знает, блядь. Дэтлов-то мой друг, да? Ну, пусть он нахуй импульсирует тогда в аду. Да, блядь. А потом мы извинимся перед семьями погибших. Ну ты мудак. Да, пошла она нахуй, действительно. То ли дело Дэтлов, блядь, наш пацан. Тебе лист. Ой, блядь. Так, окей. Блядь, этот вампир меня тоже бесит. Давай его тоже грохни. Грохнуть в двух вампирах, трахнуть княгиню. Хэппи-энд. Хороший план. Наверное, это Риана. Земли Скрытого. Каждый из нас обязан слушаться его, покуда здесь находится. А значит, достаточно одного его слова, и Дэтлов явится в указанное место. Ага. И как убедить этого Скрытого, чтобы он вызвал Дэтлова? Сперва хорошо было бы его найти. Скрытый не встречается с приезжими без особой нужды. А вот местный, возьмем, к примеру, Арианну. Видишь ли, она тоже... Вампир. Я догадался. Хорошо, допустим, она меня к нему приведет. И что дальше? Не знаю. А Скрытный тогда кто? Надо будет импровизировать. Ёбаный насрать. Одни вампиры здесь, бля. Ну и... Словом, или я поддамся шантажисту, или сражусь с ним. Сражение. Есть мои предпочтения. Если мы освободим Сиану и устроим ей встречу с Дэтлофом, есть шанс, что мы все останемся живы. Включая Дэтлофа. Нахуй он нужен. Прости, что ставлю тебя в такое положение, но... Если я все-таки решу драться с Дэтлофом, на чью сторону ты встанешь? Если ты решишь, что этот вопрос надо решать мечом, я не стану у тебя на пути. Я ценю это. Ну и помогать тебе не буду. Блядь. Тогда надо было сразу выбрать. То есть я, блядь, должен перед ним отчитываться, что ли? Хуйня какая-то. Да ёбаный, ты можешь? Ура. Может даже левел дадут прокачать наконец-то. Что за хуйня? А-а-а. О-о. Знаки, блядь, знаки. Каждое очко адреналина снижает получаемый урон на 15%. Ну это что? Каждое очко интоксикации увеличивает урон мечом и мощь знаков. Хо-хо-хо, нихуя. Ну, так, чего из этого у меня нету? Вот этого. Чё за хуйня? Да почему? А, я только красный могу. Блядь, какой левел мне нужен тут? Просто ебанический какой-то. Эх. Эх. Э, как? Пиздец. Да, столько очков просто не набрать. Оттаскать Дамьену. Откосить Варианну. В Баклэрии всё спокойно. Спросим Варианну, где искать. Я выбираю дать пизды Дэтлафу. Редко с него ебан бесит так, что, бля, маму, не горюй. Так. Ой, ну почему нету быстрого перехода? У меня есть моя быстрая платва. Видимо, по дороге мне придётся драться с вампирами ещё. Блядь, и они опять, они опять сняли с меня все эликсиры. И мне надоело, блядь. Ай, заебись, ещё их и не вернули при этом. Вообще, блядь, классно. Ёбаный нас ссать. Ну что ж такое-то? Охуенно. А теперь? Я слышал бульк. Да, теперь её эликсиры вернули. Я просто в шоке. Давай, давай. Вот это, вот это. А чё ещё? Можешь, они никогда не паникуют. Вот это. Let's do it, motherfucker. Я бы вместо платвы лучше взял лоурайдер с двумя латиносами, вооружёнными Узи. Мы бы ездили по этим улицам и расстреливали этих поганых вампиров с серебряными пулями. Йоу. Бля. О-о-о, смотрите, смотрите, что это такое. Там ходит. Ну-ка. О, там кого-то пиздят. Давай. Давай Геральдино. Впишемся за православную. Чё. Хочу заметить, что почему-то мой... Это ведьмак, который... Герой. Слава богам. Они вознаградят тебя. Делвин какой-то. Меч. Меч перестал прокачиваться внезапно. Он больше не копит заряда. Странная борода. Кого ты там подгоняешь? О-о-о, смотри, какой здоровый. Ух ты, такое крутое. Что это у нас? Гагар, что? Гагарин? Гагар-кайн. Я почти правильно прочитал. Я уже думал, Гагарин вернулся вампиром. Прикольный поворот. Стражники помирают. Надо было взять с собой тех волшебных зеленых занавесок и раздавать им по дороге. Может, мы смогли посли бы еще парочек. Ой-ой-ой, смотрите, девочка. Блядь, опять Брукса, ебаный, нассал. А где девочки? Да залепи гланды нахуй своей тварь. Так. Да. С чего я взял, что вообще как-то можно видеть? Не, серебряные осколки на ней остаются. Таверняк. Хоп-хоп-хоп, давай-давай-давай. Ты ее так пробьешь, блядь. Ты немножко мимо там кусаешь. Черной крови надо было выпить. Нахрен. Пить эту дрень. Тихо-тихо, горим-горим-горим. Как долго она подыхала, а? Очень долго. Бля, какой громко орете, курица. Так, давай на натуре черной крови бахнем, как она выглядит. Как, наверное, как черная бутылка с чем-то. Оно? О, отличная черная кровь. У-ху. Камон, бастардс. Фадер какой-то. Это имя твое? Они так как-то друг на друга все похожи. И Гагарин, и этот. Ой. Критануло немножко. Дамьен петух. Гасни, гасни. Чувак. Блядь, зря я ОБЖ прогуливал. Че надо было делать-то? Надо было курткой забить. Геральт, ты тупой. Ты уличная баррикада. Я вижу, что это, блядь, уличная баррикада. Это гениален. В своей прозорливости. Ой, блядь, опять ебут. Да что ж такое? Нахуй, мать ебал. Да что происходит-то? Куда ты бросил, блядь, свою хуйню серебряную? Альп. Слышишь, альпингольд, блядь. Пройти дал быстро, сука. Хоп-хоп-хоп. Опа. Опачки. Опачки. Опа, блядь. Мамку делал. Ах ты, блядь. А, чё, гланды надорвало, тварь-то, блядь, ещё одну, заёбанную. Так, ну это Брукса, с этой полегче. Да, мельница такой дерьмовый удар, со честным, вообще, блядь. Блоки нихуя не пробивает. Да, подавись моей чёрной кровью, шлюха. Знаете, ещё, твоей любимой бомбой. Да, то самое чувство, когда под конец игры ты понял, что быстрые атаки говно всё-таки. Не, реально, только тяжёлыми ударами можно как-то повредить. Что, ещё одна? Вообще, их там над городом сраная куча летает почему-то. Кому тут помочь-то? ЧПДЛ спешат на помощь. Блядь, ЧПДЛ не успели, нихуя. Опять Гагарин. Завали ты свою ебучку, тварь. Ой-ёй. А вот теперь мечик заточился. Ещё как. Сколько он уже у меня? Что, три-четыре. Нормально, нормально. Можно было, конечно, и походить по утопцам, по каким-нибудь на них прокачаться. Там оселок, кстати, наверху был, можно было заточиться. О, турнирные сапоги, ничего себе. Капитан Дамьен где-то забаррикадировался и сидит, блин. Добродетели, забыли рыцари о добродетелях. Вот и покарали нас боги. Это чё за хуйня? Заткнись. Не то этих сюда накличешь. Придурки, блин. Боги покарали. Это похоже на божьих посланников? Хрена ты лысого угадала. Ну так пойди повозмущайся, блядь. Возмутительно. На улицах резня, и для тебя это возмутительно? Я бы выбрал слово посильнее. Вампиры охуели, вот такое. Мне много лет. И чтобы произвести на меня впечатление, нужно что-то действительно серьёзное. Сейчас ширинку расстегну, погоди. Вампиров удивить непросто. Я знала, что ты догадаешься. Это было нетрудно. Ты не особенно скрывала. А должна была? Ну, я же ведьмак. А, то есть враг? Это зависит только от тебя. Она заигрывает с ним. Господи, она с ним заигрывает. Я должен увидеть вашего скрытого. Убедить его, чтобы он остановил Деклафа. Ты вроде можешь в этом помочь. Ай-яй-яй. Кажется, я должна поговорить с Регисом. Он стал слишком... Неосмотрительным. А ты, если хочешь совершить самоубийство, выбери способ попроще. Прыгни с моста, например. Сейчас ты, блядь, спрыгнешь. Поговорить? Ничего себе. Скрытый разорвёт тебя прежде, чем ты откроешь рот. Это уже моя забота. Ты мне поможешь или нет? Хм. Мне тоже не нравится ситуация в городе. Но выдавать такую тайну... Ещё чуть-чуть, и вариант с точёными пиками тебе уже никто не предложит. Поехали со мной. Закончу свои дела, тогда и поговорим. Ты не охуела? Жаба старая. Ариана, у меня нет на это времени. Люди гибнут, а ты... А я как раз сажусь в седло. И ты либо едешь со мной, либо заканчиваешь этот волнующий монолог в одиночестве. У тебя серебряный меч! Втащи ей! Втащи ей по башке, эти вампиры, охреневшие мрази! Так куда мы едем? Недалеко. Видишь ли, я держу под баклером такое... Заведение. Приют, проще говоря. Дом проституции? Птицы шепчут, что там случилось что-то недоброе. Сам понимаешь, учитывая обстоятельства, к этому надо отнестись серьёзно. Приют. Она человеческую ферму там держит. Она цедит с них кровь. Убей её. Блядь, что за ведьмак такой? Не может быть, чтобы книги по разведению человеческой... Челоферм, я так даже сокращу, не может быть, чтобы они были просто так. Знаешь, ведьмак, тут такая информация навсегда как бы подаётся с какой-то целью. Сиротский приют сострадания. Да. Такой приют обходится тебе в целое состояние. Да какое нахуй? Она бюджетом его не балует. Посмотри, какой сарай. Я пытаюсь лапасть к детям. В смысле? В таком, что... Погоди. Чувствуешь? Кровь. Пизда детишкам. Больше срать не будут. Арно Шварцо. Местный... Местный бодибилдер. Арно! Ушлый какой. Выжил мелкий Нига. Что тут случилось? Где Арно? Говори. А это не Арно. Спросу. Спокойно, малыш. Теперь всё хорошо. Как он просиял. Я так боялся. Так боялся. Чего? Что два раза обосрался. Разбудили. Кала. Кала. Что-то стало стучать. К крышу. Бум. Бум. И сильнее. И сильнее. Тогда дядя Арно пришёл и сказал. Сидите тихо. Тихонечко. Смотрите, он ранен. И ничего не будет. Он их бросил, сукин сын. Бросил и сбежал. Я громко осуждаю. Что за мудак-то, кстати? Кто такой этот Арно? Опекун. Он занимался приютом вместе с женой. За щедрую плату. Я их здесь не вижу. Не чую. Они уехали, а детей бросили. Как приманку. Дядя Арно говорил. Сидите тихо, как мышки. И чудовище не придёт. Но оно пришло. Что было дальше? Бартыш, Нив, Мавра и другие убежали. Моя сестра Аня и я спрятались здесь, в комнате. Но Аня начала плакать. Я сажал ей рот и шептал. Долго, пока она не затихла. Ты сестру задушил? Не спрашивай. Я знаю уже достаточно. Да, я тоже. Что-то перебило моих детей. Я займусь малышом, его нельзя оставлять одного. ты выследи эту скотину и принеси мне его голову тогда я помогу тебе найти скрыт вы голову это любите всех хорошо я найду его отлично за дело лихо он сестренку успокоил неправда малыш я тебе спою на заставке эта песня звучит не спит и в окно все глядит тоже от гули его защите чувак из убежища 111 так что мы тут видим раны на голове на плечах на шее чудовище атаковала сверху должно быть прыгнула с крыши одним спиногрызом меньше или инвестор чудовище двуногие ходит что-то или отвлекло до катакан какой интерес кунь говно что-то есть интересное раны ровные когти прошли гладко воды и тонкие кости никакого сопротивления он не бился на свою жизнь так чё где еще следы то горло разорваны гортани раздавлены это не кровь это малофья попробуй на вкус скажи кто монстр старые заросшие я же говорю она их пила геральт блять я должен быть маком геральт тупой какая-то мазь это яд круг подозреваемых сужается ядовитые железы длинные когти пьет кровь должно быть это горкаин вожак стари а гагарина геральт убивают из удовольствия детей ему было мало наверняка он отправился за пикарок следы горкаина и по русски сливаются интересно догнал ли он их латва арно походу мы не увидим не этот меч плотве похуй я смотрю манала я твоих горкаина блин да где как бы сам разбирайся я не могу спринта кара скакать карьеру ехали с дороги должно быть кони понесли на праве гарсуя блять местиария горкаин аль брукса брукса и скорба бьянка какая-то другая брукса что не все вон на одну ебал горкаин вожак о нихуя он шипованный лунная боль лунная пыль самым масло против вампиров черная кровь ничего нового и он видимо невидимый становится раз лунная пыль нужно да какой-то странной дорогой они на своей телеге поехали по руслу реки короче плотва давай куксу во всем их настиг и след обрывается и живые позавидовали мертвым так он лошадь и раны паскудные ну хоть недолго мучилась паскудные раны что значит блять паскудные раны она разорвана на куски кровь высосана до последней капли я не вижу здесь горкаин наелся значит он залег где-то неподалеку обливает пищу мешок с говном час мы блять папа пиздим с тобой ох ты мне заплатишь не то чтобы я детей любил но ох ты мне заплатишь заплатишь пидор заплатишь так где тут сейчас битва будет по ходу просто пиздес плотва держись подальше как он громко переваривать мне кажется он уже срать сел костями детскими он висит море нихуя такой стреляем из арбалета серебряным болтом задницу он не напоминает этого какого-то монстра из спайдер-мен а из бэтмена крокодила какого-то это чем глаза таки фасеточный всего-то маленькая блять джаба тихо не ори пломба повылетает твою башку уседла тварь нет мы ее отдать должны ух ебать ничего ты перданул бля что происходит а ебать вот ведай сука клинка то богатырского опа зачарованным мячиком то по горбам выхватил ну и говноед блять на слов видавший на ген красная краска и я покращу куртку твоей кровью тварь сейчас эти буду резать яйца нахрен голова давай и мудя его притащим так плотва дорогу помнишь давай вывози опять китайский навигатор с точечками лучше бы голосом голосом плотвы через 20 метров поверните налево а ты еще что за опять странствующий рыцарь все подвиги просрал мудак там такая бойня ты тут странствуешь сейчас будет прикольно если она в этот момент уже ребенка высосал нахуй нужен последний отлично блять то что это что надо придурок кто сомневался не я ариана оставь его тварь я думал это займет больше времени так и есть я еще не закончил мне еще надо заняться тобой приют был для тебя чем-то вроде винного погреба до кладовкой вот это поворот заметь я никогда не говорила что помогаю этим детям по доброте душевной выйди отсюда малыш и закрой за собой дверь видишь ведьмак мир не бывает черно-белым я пила кровь этих детей да это правда но никогда не забирал столько чтобы убить и многое даем взамен но честный бартер с одной стороны так что мне тебе еще и спасибо сказать за такую заботу забавно что тебе так взволновала их судьба у ведьмаков детям лучше сколько мальчиков переживают испытания я не буду с тобой это обсуждать тогда вернемся к делу я сделал что ты просила этих детей убил горка и из тех кого призвал деплов он должен был напасть на город но запах детей видимо привлек его сюда да он разносится далеко он сладок он дразнит чувства говори где искать скрытого у него логово к западу от города на той стороне озера найди пещеру возле берега а этот камень откроет потайную дверь ты меня не проводишь я навещаю скрытого только в крайнем случае сам увидишь почему интригует ты же понимаешь что однажды я к тебе вернусь в таком случае буду ждать давай прямо сейчас у грохнем чё ждать то чтобы два раза не ездить нет ох уж эти сантименты пора позвать редиса он просил чтобы я шепнул слова птичка на чтоб шептон опустил он не попросил так ну чтож окей градус интриги нарастает но час времени уже прошел так что к скрытному или как там его мы уже пойдем уже следующей серии так что чего-нибудь там нажмите че-нибудь там напишите ну и все такое спасибо